Всем здравствуйте! Вот перед вами работы, которые сделаны в технике сухого и мокрого валяния. Работы выполнены на подставках, внутри проволочный каркас. Сегодня я расскажу, как я делала клевер. Работа маленькая, но очень изящная. Такая вот нежность. Фотография, конечно же, не может передать всей живости этих замечательных работ, поэтому покручу, поверчу, покажу вам вот такое яблоко. Видите, какое оно тугое. Я нажимаю с усилием не продавить. Проволочный каркас, все шевелится. И вот такой парнишка, эльф, сказочный персонаж. Крылья, вздернутая маечка, пузик торчит, ботиночки. Вот так вот. Такой вот позитивный. Глазки-стекло. Ну все, приступаем. Начинаю раскладку шерсти. Клевер будет у меня двухцветный, розовый с белым. Сейчас я буду делать горизонтальный слой. Вернее, я сделала горизонтальный слой. Теперь, для того, чтобы укрепить слои, чтобы они у меня сцепились и не разлезлись в дальнейшем, и свалялись хорошенечко, я должна сделать вертикальный слой шерсти. Ну вот, пасма длинная, и поэтому я вот так вот прикладываю и обрезаю. Ну вот, я на горизонтальный слой шерсти положила тоненькие пасмочки вертикальные. И сейчас то же самое я буду проделывать с белой шерстью, укреплять нижний горизонтальный слой. Но мне нужен плавный переход, поэтому я беру распущенный край. Вот так вот прикладываю и отрезаю. Ну вот, я сделала еще одну такую же ленту, потому что одной будет мало. Такая же точно раскладка. Горизонтальный слой шерсти, вертикальный. Сейчас я все это смачиваю мыльным растворчиком и буду слегка приваливать. Продолжение следует... Так, ну все, лента подвалена. То же самое я сейчас буду делать со второй лентой. У нас получится прифельд. Ну вот, ленты готовы. Я не стала выполаскивать мыльный раствор. Сейчас я срежу краешек. Постарайтесь сделать раскладку менее широкой, хотя бы на сантиметр уже, чтобы не выкидывать лишнюю шерсть. Мне эта шерсть пригодится, которую я сейчас срежу. И все же, если у вас получится сделать раскладку поуже, мое вам восхищение. Так как краешек у меня клевера будет более розовый, а к серединочке, к сердцевиночке он будет беленький, мне нужно по максимуму вот здесь вот срезать, оставить розовенький хвостик, чтобы у меня хватило перехода еще и на белый цвет. То есть, чтобы в моей поделке был виден и белый, и розовый цвет. Край белый ни в коем случае не срезать, потому что он у нас будет длинный. Это мы потом будем пришивать, я все покажу. Мы срезаем, где-то оставляем розовый цвет, цвет сантиметр. И вот так вот отсекаем лишний войлок. Вот этот хвостик тоже может в дальнейшем пригодиться. Если мне понадобится добавить розового цвета, я и его сваляю под лепесточки клевера. Ну, сейчас мне предстоит, ох, самое что ни на есть терпеливая работа. Отступаю где-то, наверное, миллиметров 7-8. И делаю надрезы сантиметра по полтора. Так, широко делаем. Вот у меня ширина где-то миллиметров 7-8. Больше не надо, не оставляйте. Ну, вот у меня получились вот такие вот хвостики, вот такая похрома. Я сейчас немножечко, немножечко, немножечко слегка вот так раздвину, чтобы моим пальчиком было удобно сваливать. Теперь к низу подворачиваю. И начинаю заваливать хвостики. У меня много водички. Сейчас я промокну полотенце. Вот, у меня получаются вот такие вот очень острые краешки. Они мне не нужны. И пока шерсть еще находится в абсолютно плавающем состоянии, я срежу, чтобы мне нужно было дальше увалять их. Ну, вот эти вот сосульечки, они у меня получились толстоватые. Я в следующий раз... Сейчас этот кусочек уже доваляю, я оставлю. И все-таки в следующий раз, наверное, сделаю поуже. Все-таки миллиметров, наверное, 5. Потому что бойлок у меня получился плотненький. Сейчас посмотрю, потому что все это уваливать еще на 3 раза. В общем, я сейчас сваляю вот эту заготовочку, да? Отложу в сторонку. Также надрежу следующую. Опять вот так же сваляю. Потом еще ленту. Опять же вот так сваляю. Потом прополощу все это. И опять второй раз буду уваливать. Потому что мне очень важно, чтобы когда у меня высох войлок, он у меня не распушился. Он в мокром состоянии, кажется, что он увален. Но это все только-только-только кажущееся впечатление. На самом деле это не так. Поэтому работа предстоит усердная. Три раза я буду подходить к валянию вот этих сосулек. Ну вот посмотрите, пожалуйста. Я прополоскала будущие лепесточки клевера. Это я подвалила только всего лишь на один раз. Подвалочка. Сейчас я снова смочу мыльным растворчиком лишнюю водичку промокну. И буду уваливать еще раз. Потом еще раз прополощу. И по третьему заходу вон. Сильно не нажимайте, иначе будут плоские они у вас. Они круглые. Старайтесь чувствовать под руками, что у вас там образовалась такая кругленькая колбасочка. Она постепенно будет уплотняться. Уплотняться у вас под ручками. Ну вот, теперь можно пойти прополоскать и подвалять уже на третий раз заключительный. Лепесточки я прополоскала. Вот жалко вам не передается цвет, потому что свет из окна приглушает оттенок. Видно, что на концах он более темно-розовый. Здесь светленький уже идет переход в белый план. Я сейчас буду уваливать их третий раз. Здесь самое главное не лениться и увалять правильно лепестки. Пусть это будет лучше один цветок, но он будет качественный и прослужит достаточно долго, чтобы при влажной погоде он у нас просто не развалился и не превратился в облако пуха бесформенного. Вот у меня образовались маленькие-маленькие вот такие вот хвостички. Пушистенькие. Я их немножечко сейчас подрежу, потому что у меня сейчас будет заключительная увалка уже. Все подрезала. Опять смочила. Так, ну вот, все. Будущие лепесточки готовы. Я буду продолжать дальше уваливать ленты, потому что таких лепесточков мне понадобится достаточно много. Вот, лепесточки готовы. Я их сейчас уберу в сторону. Они пока мне не понадобятся. Я также еще сделала несколько зеленых. Три таких и три однотонных. Вполне возможно, что они мне потом пригодятся. У меня цветок запланирован на подставке. Соответственно, я хочу сейчас сделать для него травку. Подставка маленькая. Получается где-то 8 сантиметров. Буду валять травку. Нужен совершенно небольшой четырехугольник. Квадрат. Я смешаю два цвета. Темный и светлый. У меня имеются кусочки префельта разных цветов. Вот сейчас я его разложу в хаотичном порядке. Как мне хочется, как мне вздумается. Ну вот, я сместила все кусочки префельта ближе к центру. Мне потом нужна будет легкая мозаика. В итоге все это подвинется. Как раз увалится. Потом вырежется кружочек. И будет у меня нечто подобие травы. Все смачиваю. Приступаю к валянию. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, все, коврик готов. Будущая травка. Сейчас пойду прополощу и пусть он сушится. Травка готова. Я уже прополоскала. Высыхает. Приложила, посмотрела. Все лишнее потом срежется. Для будущего клевера мне понадобится шарик зеленого цвета. Скручиваю шерсть плотно. Фиксирую ее при помощи иглы. Звездочка номер 38. Иголочка. Если нет иголочки, ничего страшного. Можно обойтись и без этого. Скрутили шарик. Мыльным растворчиком его сбрызнули. И катаем, как обычный шарик из пластилина, ладошками. Так, ну достаточно. Шерсть зафиксирована. Мыльный раствор. И начинаем его крутить. Не нажимая, тихонечко крутим. Не делайте шарик очень плотным. И не делайте его рыхлым. Потому что нам нужна... Наша задача в том, чтобы игла спокойно проходила. И цепляла шерсть. Мы могли потом пришить лепестки. И шарик я не делаю круглым. Я его делаю слегка овальным. Вот один конец попочки должен быть уже другого. Один пошире, другой поуже. Я сейчас заваляю. Прижму. Шерстка это позволяет сделать. Вот так вот между ладошек. То есть верхушечка будет более закругленная. Низ, где у нас будет стебелечек потом у цветка. Более остренький. Так, ну вот. Вот такое перепелиное яйцо получилось. Маленькое. Форма действительно перепелинового яйца. Все. Сейчас ополосну, пусть высыхает. Сердцевиночка готова. Я обрезала лепесточки. У меня высохла сердцевинка. Поэтому я сейчас буду пришивать будущий листик левера. Иголкой я наметила центр. Верхушечку. Она нам будет служить путеводителем. Вот уже сделала ниточку. Завязала узелочек. Вот таким вот образом. Прислонила к центру макушечка лепесточка. Потому что здесь у меня встретятся три зеленых листка. Вот так прислонила. Чуть-чуть они будут друг на друга наслаиваться. Закрепила иголкой. И пришиваю. Пришиваю зелеными нитками. Пусть это будет как продолжение листка. Вернее продолжение сердцевинки. Нам не будут мешать эти стежки зеленые. Так, лепесточек пришит. Следующий. У меня их всего три. Такие с зелененькими кончиками. Прикладываю к иголочке, к сердцевинке. Так, сейчас посмотрю, где должны быть. Все правильно. Вот так чуть-чуть листочки будут соприкасаться. Беру иголочку. Фиксирую. Оставляю приблизительно, наверное, сколько, сантиметр лепестка, чтобы было за что пришить. Срезаю лишнее. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Теперь нам понадобятся розовые лепестки Схема такая же Прислоняем по этой же высоте И пришиваем по кругу Отрезаем лишние хвостики Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует... Вот и так мы сейчас обошьем первый ярус до конца Я вам покажу поближе Я пришила первый ряд лепестков Вот они у меня так вот все сводятся у центра Наслаиваются немножко друг на друга Чуть-чуть касаются макушечками Теперь я буду пришивать второй ряд У меня лепесточек следующий Пойдет уже между двумя лепестками Как бы в шахматном порядке Опущу я его приблизительно, но миллиметров на 5 И здесь миллиметра на 3 Срежу Уже ниже основного края миллиметра на 3 И буду пришивать Так, взяла лепесток Опустила его Зафиксировала И пришиваю теперь его ниже Следующий Опять накладываю его рядышком Чуть ниже, чем Отступаю Миллиметров на 5 Фиксирую Лишнее убираю Подшиваю Ну вот Пришит второй слой лепестков по кругу Буду пришивать Третий слой Лепесточков Опять же по кругу Спущусь на 3 миллиметра ниже И опять Какие-то не буду доходить То есть Вот так вот взяла Лепесточек Опустила его Ниже последнего вот ряда Буквально на Миллиметра 4-3 И пришила И здесь спустилась буквально Миллиметра на 3 Внизу В основании Так Вот так Все И опять пришиваю Миллиметра на 3 И так продолжаем пришивать по кругу Не буду все показывать до конца работы Все это нудно Когда закончу Покажу результат Вот клевер у нас Почти-почти-почти Почти готов Вот посмотрите сюда Вот я закончила пришивать последний третий ряд И здесь я позволяю себе последний рядок приклеить Что я делаю Я отрезаю кончик У оставшихся лепесточков Наношу капельку клея Просто прикладываю И прижимаю Просто очень долго это фиксировать Надо долго сидеть Прижавший лепесток Не так все просто Я чуть-чуть Тем самым прикрываю ниточки Я не выхожу за нитки Сейчас я вам покажу Как я это делаю Вот у меня на зубочистке клей Наношу капельку Совсем немножко на краешек Теперь прижму И буду ждать Пока зафиксируется Вот он мне неудобно показывать Под камерой И сползает Нужно прижать посильнее Набраться терпения И так Тоже по кругу Я зафиксирую Вот эти вот лепесточки Тем самым Прикрою ножичку Вот эти вот шовчики Чтобы у нас Вот эта вот Выпуклость Попочка у цветка Выглядела достойно Красиво Ровненько Потом можно будет взять шерсть Положить еще сюда Сухой шерсти И набить Прибить ее иголочкой Но я посмотрю еще Нужно мне это или нет Если все получится Достаточно ровно И красиво То я этого делать не буду Все Сейчас я буду отрезать Вот такие маленькие хвостики И смотреть Куда можно приклеить Вот сюда еще лепесточек Вот сюда лепесточек Коротенький Не обязательно все 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 Прямо по кругу заклеивать Можно так чередовать Я закончила делать клеер Вот сейчас хорошее освещение Уже день Я подклеила последние листочки Меня все устраивает Все Я оставляю этот бутончик в покое Пускай он дожидается Дальше своей участи Сейчас я буду делать Листочки для клевера У меня будет трех Трех Лисник Вот так делаю по одному Потом их три Скручу вместе Для этого мне понадобится проволока Беру кусочек проволоки Делаю петельку Скручиваю хвостик оставшийся Большая петелька Нам надо поменьше Вот так вот Достаточно Так и теперь Я нажму в центр петельки Чтобы у меня получилось сердечко Вот таким вот образом получилось Вот такое вот сердечко Беру шерсть Начесываю Светло-зеленая Откладываю в сторону Это небольшое облачко пока Теперь темно-зеленую Так Добавлю еще светло-зеленого цвета Маловато Ну вот соединяю Эти два цвета Вот так вот вместе Пускай у меня будет Половинка на половинку То есть половина листочка Будет темная Половина светлая И сейчас прибиваю Шерстку иголочкой Прикладываю Сердечко И краешки Подворачиваю в центр И прибиваю Так Я взяла много шерсти лишней Сейчас я срежу Ну вот листочек уже хорошо прибит Сейчас я возьму мыльный раствор И немножечко притру пальчиками То есть я слегка нажимаю И как бы чуть-чуть Сдвигаю волокна шерсти Внутри листочка Уваляю его еще немножечко По-мокрому Закреплю Шерстиночки Шерсть плотно обняла листочек Все И теперь я сделаю еще один Потом буду скручивать Листочки из клевера Я закончила делать Я их откладываю тоже пока в сторону И буду заниматься бутоном Для бутона мне понадобится Для цвета Два цвета Розовый и белый Потом добавлю третий зеленый И все-таки я хочу добавить сюда в центр Немножко светло-зеленого цвета Вот выбрала сторону Где более Побольше белого Немножечко добавлю зелени Совсем чуть-чуть Срежу лишние ниточки Теперь я делаю небольшое облачко Из темно-зеленого цвета Оно у нас пойдет сейчас На самую низ бутончика Светло-зеленый Переворачиваем Побкой кверху И вбиваем сюда темно-зеленый цвет Ну вот Светло-зеленый Розовый с белым И темно-зеленый Смачиваю Бутончик докрутила Светло-зеленое Розовенькое Побка темно-зеленого цвета Получилось Сейчас сделаю еще один такой Я сделала основной стебель Для будущего цветочка У меня проволока тоненькая Поэтому я скрутила Ее в несколько слоев Потому что не хочется Чтобы ствол потом гнулся Прикручиваю листики Смотрю Они у меня тоже на проволоке Я смотрю приблизительно Расстояние Какое мне нужно Прикручиваю Лишнюю проволоку Отрезаю И также еще у меня будет Два ствола Для бутонов Прикручу Потом буду это все Обматывать ниточками Мулине Я распределила все веточки На основном стволе И сейчас я буду Обматывать ствол Нитками Мне потребуется клей Супер момент Я наношу вот сюда Под основание веточек Немножко клея Беру нитку Все ниточки по ширине Делаю в один слой И прикладываю к стволу Вот нитка зафиксировалась Теперь я срезаю Лишний хвостик И буду накручивать Ниточку Делая все нитки в один слой Широкий я имею ввиду Я буду обматывать Все веточки сначала Доведу их до основного ствола Закреплю А потом уже займусь Основным стволом Я его конечно срежу Он у меня будет покороче Где-то наверное вот так Ну вот я вернулась Мне не понравилось То что у меня здесь На стебелечке ямочка Ну нет Не нравится мне Как это смотрится Поэтому я вернулась Снова в изначальное положение И буду дальше наматывать Стебелек конечно не должен быть Идеально ровным У меня вот здесь получилась Проволока шире Чем здесь Поэтому здесь я соответственно Наложу побольше ниточек Чтобы выровнять ствол Желательно чтобы все эти веточки И стволы были тоненькими Воздушными И так я продолжаю Закручивать до конца ветки Также нанесу клей Зафиксирую И так же пройдусь Все вот эти веточки Все веточки Обмотала мулине И вот здесь Где я посадила бутон И вот здесь Я оставила вот такие вот Кончики не обмотанными Проволочка лысая Как я сажала бутоны Все очень просто Сейчас посадим Сюда последний клевер Беру бутончик Придерживаю лепестки в руках Нахожу центр И прокалываю его шилом Оставляю шило Оставляю шило в бутоне Иначе Пока я буду вынимать Войлок он закроет Эту дырочку Сейчас наношу клей На железный кончик Достаточно клей держит Прекрасно Вынимаю шило Дырочка Дырочка Так Вы знаете Я Еще вот так вот сейчас Недостаточно большое отверстие Сейчас шерсть сразу прихватит И уже не пустит проволоку Потом Лучше расширить Вставила И держу Фиксирую Бутон на веточке Пока Пускай у меня Все приклеивается Потихонечку Уберу в сторонку Веточку Сейчас я вырежу Кружок Подваляю краешки Сделаю дырочку В подставке Потому что проволока у меня срежется И я воткну потом Веточку В дерево Приклею К заготовочке Травку И работа будет закончена Вот в подставочке Я проделала Дырочку Намазала подставку Клеем Коврик вырезала Краешек Завалялся Приклеиваю Его Мне очень нравится Когда видно краешек Деревянной подставочки Не полностью накрывает Коврик Дерево А виден краешек Деревянный Так Теперь С обратной стороны У меня есть отверстие Я вот так вот продеваю иголочку Вот Я сейчас буду видеть Куда мне сажать цветок Приклеивать Обрезаю хвостик Оставляю Только для подставки Вставляю Цветочек Придерживаю Я дырочку На подставке Сделала Не по центру А чуть-чуть Подальше Мне нравится Когда площадь свободна По центру Получается Не очень красиво На мой взгляд По крайней мере Кому-то Может быть Даже Очень Понравится По центру Вот такой Вот получается Цветок Вид сверх Все Работа Закончена Сейчас все Подсушится Приклеится И можно будет Ставить ее На полочку Желаю Всем вам Творческих Успехов Продолжение следует